Доброе утро, коллеги! Доброе утро, телезрители! Как я сказала, мы находимся в гостях у нашего автоэксперта Дмитрия Гузова. Дмитрий, доброе утро! Доброе утро! Я в шоке, если честно, сколько у вас здесь красивых автомобилей. А вообще, вот сколько у вас их в коллекции? Ну вот в данном случае 8 штук. Это вот эти три у меня стоят. Кадиллак, БМВ, Спринтер, Волга, Део, Крайслер, Део, БМВ. Сейчас 8 штук и на подходе еще одна. Вообще, расскажите, с чего все начиналось? Как вы начали коллекционировать машины и зачем? Ну, как бы, я не могу сказать, что это коллекция. Это просто, я, наверное, с собирательством, потому что я не умею расставаться с близкими для меня вещами. Это как часть себя оторвать и продать. Просто это как вот постепенно, каждый год ты берешь какой-то автомобиль. Сначала вот мне достался от отца в наследство. Ну, просто как бы я вырос. Отец мой, к счастью, жив, не наследство. И осталось мне Део Эспера. Вот это я ее сделал. И потом просто порадал ее, потом купил ее обратно. Вот она сейчас перед вами. И каждый год пополнял свой автопарк, потому что бешеное желание что-то творить у меня было всегда. А вот сделал один автомобиль, и, допустим, у тебя в голове какой-то другой стиль, и приходится под него искать другой автомобиль, чтобы воплотить все свои фантазии. А вот вообще, расскажите, то есть вы все вручную сами их реставрируете? Как это происходит? Ну, это тоже у меня от отца досталось, потому что он всю жизнь занимался автомобилями, я смотрел за ним и как-то вот перенял на себя. Но остальное все уже пополнял свои знания в копилочку сам. И да, все сам, все сам. Смотрите, у нас есть с вами фотографии нескольких машин, да, как они выглядели до-после. Давайте покажем вот это потрясающее перевоплощение. А расскажите немножко, вот что... Вот Волга у меня, допустим, была построена на базе, только потому что у меня остались колеса от Кадиллака, и мне было некуда их деть. И я вот взялся от колес, и есть такой стиль американский Донг. И там как бы классические автомобили, Chevrolet Impala на больших очень колесах. И в этом случае я взял за базу единственный русский автомобиль, который более-менее похож на американцев, это ГАЗ-24. И получается у меня ГАЗ-24 на 24-х дисках. И вот так с каждым автомобилем. Просто истории очень длинные, про каждую машину можно рассказывать. Мы готовы были бы выслушать все это, если бы не эфирное время. Расскажите, вот смотрите, получается, вы берете машину за какую-то определенную сумму денег, да? А далее что? То есть как вообще, насколько это расходный затрат? Далее это как снежный ком, потому что даже если ты взял, допустим, машину за 15 тысяч, она выходит легко за 300, за 400, потому что... Причем сейчас с ценами тюнинг довольно очень дорогой, поэтому, конечно, мне на руку играет все, что я делаю, все с вами руками, все это как бы упрощает задачу во многом. Но все равно запчасти и все материалы сейчас стоят довольно дорого. Ну вот... Затратно, если открою. Я не сомневаюсь, если честно. Какая из машин, то есть получается, самая первая вот эта, а далее как пошло? Део, потом я купил Део с 99 года посвежее, после этого ко мне досталась BMW, потом спринтер, вот так вот как-то хронология у них вот такая вот. А вообще вот реставрация, то есть вот вы берете машину, с чего все начинается? Это какой-то косметический, значит, ремонт, или это все вот и снаружи, и снутри, как вот? С чего начинаете? Начинаю, конечно, с кузова всегда, потому что есть люди, которые начинают, допустим, с подвески, стоит, тратят большую сумму денег, много сил, как бы починили подвеску, там, ходовую часть, а вот отходят там на 5 метров, смотрят, а машина в ужасном состоянии по-прежнему, и запал падает. Поэтому я сначала делаю опертку, так сказать, чтобы боевой дух поднять свой, а меняется абсолютно все, в каждой машине заменен салон, внешка, потом двигатель, ходовая, все это подвержено изменениям. Я думаю, что где-то сейчас завидует один Антон Моцкус, потому что находится он сейчас не здесь, а я здесь, нахожусь вот в этом потрясающем месте, где столько машин, у меня просто разбегаются глаза, я даже не знаю, они все такие яркие, я как девочка на самом деле обращаю внимание только на цвета, я не понимаю ничего, что это за машины, какие это марки, но мне вот, например, моя любимая, это вот красный цвет, потому что я же девочка, да, вот, как я смотрюсь, Артем, красиво? Да, красиво. А у вас есть какой-то любимый автомобиль из всех? Ну, вот недавно, недавно задавали этот вопрос, и я не смог на него ответить, потому что каждый автомобиль по-своему эксклюзивен, индивидуален, каждый вложил часть себя, и поэтому нет прям любимого. Есть близкий сердце, допустим, вот как первый автомобиль, он всегда в моем сердце, я никогда его там не предам, не продам уже, он всегда со мной. Это уже друг для вас. Да, они все для меня друзья, поэтому я не могу сказать, что какой-то прям вот один суперлюбимый, каждый по-своему хорош, потому что здесь каждый автомобиль создан для какого-то своего направления, допустим, для кольца, для дрифта, для выставок, для вот летних покатушек, как просто как шоу-кар, вот каждый автомобиль имеет какое-то свое предназначение. А вот у вас есть такое, что вот вы выходите из дома с утра и говорите, вот, эники, бэники, сель, вареники, сегодня я поеду на вот этой машине. Как ты выбираешь? Такое часто бывает, это зависит от настроения, погоды, моего пути следования, поэтому бывает, если лето, я выбираю между кабрилетом или мотоциклом, если там какая-то выставка, я в основном сейчас вот, хорошо, у меня хорошая команда друзей есть, если там какая-то выставка, меня приглашают, ну, берем несколько автомобилей сразу, типа я беру, допустим, одну там друга на другую, там, и друзьями рассаживаются, мы прям в колонну едем на эту выставку. Ну, то есть я правильно понимаю, что все эти машины на ходу, то есть они все... Да, да, на любой можно завести в любой момент, уехать в любую точку. А давайте прямо сейчас продемонстрируем, вот мне нравится вот эта вот синенькая, давайте еще посмотрим, как она у нас заведется, мы сейчас все вам покажем, проверим. Довольно шумно, она заведет. Воу, 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 специально для вас, без прогрева, на холоденькую. Ух, ничего себе, то есть она прям вот такая шумная, она гоночная или как, почему она такая шумная? Она, да, если мотор свапнул от Toyota Celica, отрезка GTE, и сейчас просто выхлоп я снял, мне надо переварить косу, и сейчас просто получается даунпайп выходит и кончается по центру автомобиля. Так она тише, потому что я сейчас вырос как-то и стараюсь делать машину все-таки тише. Это вот по-моему, я вот радовался вот с этого, сейчас вот так еду, мне прям некомфортно, честно. Вот видите, какая у меня реакция была сразу же. Извините, да, что она сейчас громкая, это временно, типа скоро этого не будет. Ну все, понятно. В общем, я не знаю, я просто в полном восторге. Эх, забрали у нас звук, а так классно было, да? В общем, все машины здесь просто в потрясающем состоянии. Еще я знаю, что у Дмитрия есть коллекция, значит, машин игрушечных, он еще их рисует. В общем, Дмитрий этим делом, в хорошем смысле этого слова, болеет. И я считаю, что это просто очень классно и потрясающе, когда у тебя есть такая коллекция, почему бы и нет. Поэтому, коллеги, я не знаю, как вам там студия, но мне здесь замечательно. Я еще сейчас похожу, пофотографируюсь, может быть, даже погазую на машине какой-нибудь. В общем, вам слово, как вам там? Погазую, Лера, погазую. Можешь оставаться. Вот мне, честно, завидно, причем я позавидовала, не лерясь в этот момент, я позавидовала самому коллекционеру. Когда у тебя есть такая страсть, когда тебе что-то так нравится, ты эти машины и рисуешь, и игрушечные собираешь, и время с ними проводишь, и сам своими руками реставрируешь все это, приводишь в порядок. Вот это так классно. Меня завораживают люди, влюбленные во что-то. У меня вот так только с телевидением я вот в этом влюблена. Да, обслуживать все это в копеечку влетает. Когда у тебя есть любовь, ты на деньги не обращаешь внимания. Эти мы закончим. Спасибо, Лера.